С приближением холодов в Нижегородской области начинается активная подкормка диких животных. И хотя в лесах пока еще достаточно еды, подкармливать кабанов и лосей нужно уже сейчас, чтобы они привыкли к местам кормления. Региональное министерство экологии и природных ресурсов уже подготовилось к новому зимнему сезону. В этом году, в 2015, в первом полугодии уже приобретено 6 тонн соли. И планируется приобретение 20 тонн зернокормов. В то же самое время проводятся постоянные работы по борьбе с браконьерством. Инспекторами в ходе проведения надзорных мероприятий уже в этом году составлено около полутора тысяч протоколов об административном правонарушении. Вообще, Минэкологии закупят около 100 тонн минеральных кормов для лосей и зайцев. Расходуются они очень экономно. Одного такого бруска солонца хватит на несколько месяцев. Сахаты ляжут его для роста рогов. Вот так выглядит наземная кормовая площадка. Егеря пополняет ее регулярно. Осенью два раза в неделю, зимой три. Кстати, находится она на особом кормовом поле, которое засеяно овсом и пшеницей. Таких кормовых полей в этом охотохозяйстве несколько. Зимой они станут серьезным подспорьем для диких животных. Вот кормушка у нас. Она для кабанов. Сюда мы сцепляем зерно. Ну, пополняем там постоянно, чтобы оно не проводилось. Это охотохозяйство Воскресенского района можно назвать примерным. Кроме охотничьих угодий здесь есть даже небольшой заповедник, где обитают лосята-сироты, матерей которых уничтожили браконьеры либо сбили машины. Выжить сами они не смогут. А еще здесь живет як и несколько оленей. Между тем, по данным Минэкологии, численность животных, на которых охотиться можно, стабильно. Это касается кабанов, зайцев и лосей. И это неудивительно, ведь стратегия сохранности биоразнообразия – один из приоритетных проектов правительства области. Субтитры создавал DimaTorzok